МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня программа «Большая стройка» будет приобретать себе комфортное и уютное жилье в новостройках Гомеля по 240 указу. И в частности, мы покажем вам по шагам, как работает адресное субсидирование. Кроме того, сегодня мы вас также познакомим с интересными предложениями по приобретению коммерческой недвижимости. Вступил в силу указ номер 240, который ввел новую форму государственной поддержки граждан – адресное субсидирование в жилищном строительстве. Гражданам, имеющим право на получение адресной субсидии, в порядке очереди в исполкоме предложат строительство жилья с господдержкой, разъяснят условия и порядок ее предоставления. Итак, мы отправляемся. Сегодня я выступаю в роли матери четверых детей и как представитель многодетной семьи пройду все этапы для получения субсидии на строительство жилья по 240 указу. Как это будет, смотрите далее. Первое учреждение, куда необходимо обратиться при строительстве жилья по указу номер 240 – местная администрация. Здравствуйте. Вы меня вызывали по поводу строительства жилья. Присаживайтесь. Как ваша фамилия? Болгова Татьяна Федоровна. Вы у нас многодетная? Нам выделили квартиры, построенные в соответствии с 240 указом. У вас четверо деток, я смотрю. Да? Да. У вас что-нибудь в собственности по Республике Беларусь есть? Нет, нет ничего в собственности. В течение последних трех лет вы ничего не отчуждали по Республике Беларусь? Нет. Ничего не отчуждали. У нас есть предложение в КПД 38, 59 микрорайоне. У нас есть свободная трехкомнатная квартира и КПД 4 по улице Федюнинского. Какие вас районы, ну скажем так, более устраивают? Мне очень нравится 59 микрорайон. В 59 микрорайоне нам предложили трехкомнатную квартиру общей площадью более 88 квадратных метров на 15 этаже. Исходя из имеющихся цен за квадратный метр, нам тут же посчитали стоимость данного жилья. Без учета балкона у вас будет 82,02 квадратных метра. Поскольку у вас четверо несовершеннолетних детей, вам будет положено субсидия на погашение основного долга 100%. 6 человек по 20 квадратных метров. Поскольку ничего в собственности нет, мы ничего не вычитаем. Соответственно, 120 квадратных метров. Норматив на сегодняшний день 660 рублей. То есть, если цена в данном доме 840 рублей, то вам кредитоваться будет только 660. То есть, вам 120 квадратных метров положено по 660 рублей. 79,200 – это та сумма, на которую вы вправе рассчитывать на открытие кредитной линии. Из нее вам 100% будет погашать государство основного долга равными долями, равными частями на протяжении 20 лет. То есть, вы платить не будете. Цена квадратного метра 840 рублей. Цена квартиры получается 73,945 рублей 20 копеек. То есть, вам полностью квартира кредитуется. Согласен? Да, 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 конечно. Выяснив в местной администрации все нюансы, необходимые для строительства жилья по указу номер 240, мы отправляемся в строительную организацию. В нашем случае – Гомельск областное УКС. Здесь нам необходимо будет заключить договор на строительство жилья. Для этого обратим ваше внимание, на руках мы уже имеем соответствующее направление от администрации центрального района. Я вам сейчас подготавливаю договор. Вы с ним ознакомливаетесь, подписываете его, вы дольщик на каждой страничке. Далее мы подписываем его у нашего руководства, регистрируем его в горосполкоме и позвоним вам по телефону, чтобы вы подошли и его забрали. Следующий наш шаг – после заключения договора о строительстве жилья обращение в местный райисполком с пакетом документов, необходимых для начисления субсидий, в том числе копия паспортов и свидетельства о рождении, справки о занимаемом жилом помещении и составе семьи, наличие в собственности жилых помещений по Республике Беларусь, сведения о доходе за 12 месяцев предшествующих месяцу, подача заявления о включении в списки на получение льготного кредита. Заявление пишем с вами на второй строчечке. Прошу предоставить субсидию, у нас написано на погашение процентов по кредиту. Дальше мы пишем и субсидию на уплату основного долга по кредиту. После того, как написано заявление на выделение субсидий, ждем решения администрации и заодно готовим пакет документов для получения банковского кредита. Затем со всеми документами направляемся в банк. Вы входите в одну из шести категорий по предоставлению субсидий на строительство жилья. Так как вы многодетная мама, то вам стопроцентно будет возмещаться сумма кредита и сумма процентов. Также необходимо будет заключить договор поручительства с вашим супругом. Мы собрали все необходимые документы, поэтому, как нас заверили специалисты БПС банка, открыть кредитную линию можно будет в короткие сроки. Решение будет принято, еще раз повторюсь, в течение одного дня, поэтому мы вам позвоним, когда будет уже все готово. Стоит также отметить, что после того, как банк заключает кредитный договор, его копия отправляется в Исполком. Со следующего месяца после выдачи кредита на основании сведений, предоставляемых ежемесячно банком, Исполком перечисляет в банк, предоставивший кредит субсидию на уплату гражданинам части процентов по кредиту. Субсидия на погашение основного долга по кредиту перечисляется с месяца начала погашения основного долга по кредиту. Ну а мы, конечно же, получили положительный ответ банка о выдаче кредита и уже в скором времени станем счастливыми обладателями нового и комфортного жилья. Кстати, в Гумеле сейчас по 240 указу возводятся дома не только в 59 микрорайоне, но еще и в 96. Вот здесь, на этой площадке, городской УКС строит сразу три многоэтажки. Жилье для нуждающихся возводит и Гомельский домостроительный комбинат в 104 микрорайоне. Если же вы хотите приобрести коммерческое жилье, то специалисты Гомельского областного управления капитального строительства предлагают вам рассмотреть следующие варианты. Например, новостройки в Советском районе. Дома на двух площадках по улице Павлова и проспекту Реческому возводятся в рамках уплотнения городской застройки. И по сравнению с другими они имеют свои преимущества. В частности, самое главное – обеспеченность данных территорий объектами социальной инфраструктуры. Началось строительство на улице Павлова за ДК «Фестивальным» одноподъездного 14-этажного дома с одна-двух-трехкомнатными квартирами. Подрядчиком является Мозерский домостроительный комбинат. Ожидается выход проектной декларации в ближайшее время. Кстати, дополнительную информацию об этой новостройке, а также других возводимых домах в Гомеле можно получить в Центре продаж квартир Гомельского областного УКС. Еще один вариант жилья предлагает рассмотреть своим клиентам Гомельское областное УКС. Возведение 11-этажного жилого дома в Советском районе по Реческому проспекту начнется уже в ближайшее время. В январе месяце ожидается строительство по проспекту Реческому в районе 142-го дома. 11-этажного трехподъездного дома с набором одна-двух-трехкомнатных квартир. Подрядчиком является Гомельский домостроительный комбинат. Документы находятся на проектной экспертизе. Ожидается проектная декларация в январе месяце. Благодаря профессионализму специалистов строительной сферы, руководителей отделов местных администраций, программа «Большая стройка» сегодня с легкостью разобралась. Так как же приобрести жилье по указу номер 240? Мы надеемся, что наш опыт будет полезен и вам. До встречи на новых стройплощадках Гомеля. Редактор субтитров А.Семкин